Знаете ли вы, что нога бывает задняя, передняя, а также рабочая? У кого, спросите вы? Ну, к примеру, у балерины. Сегодня поговорим о театральном сленге. Словечков и речевых оборотах, принятых в узкой артистической среде. Для начала разберемся таки с балетными ногами. С задней и передней все просто. Отвела танцовщица ножку назад, и вот она уже задняя. Выставила вперед, и она теперь передняя. А вот рабочая нога, та, которая сейчас выполняет движение. Многие артисты вышли из кулька. А кулёк – это культ просветучилища. Светитель – это вовсе не священнослужитель, а человек, работающий с театральным светом. О, светитель или светляк. Еще одна необходимая всем актерам профессия – одевальщица. Слово простое и понятное, иначе костюмер. В театре есть места, именуемые живопырками. На самом деле это просто подсобки. Есть живопырка в словаре Ушакова, а ноги этого слова растут из воровского жаргона. Живопырка – нечто нелегальное или неофициальное. А сами знаете, театральные подсобки зрителям не предъявляют. Из подсобок перебираемся, собственно, на сцену. У нее, оказывается, есть карманы – помещение для декораций. Рвать кулисы – это вовсе не вандализм. Когда про актера говорят, что он рвет кулисы, это означает, что он очень трагедийно играет. Ближе к Новому году актеры морозят и снегурят. Ну, то есть играют в спектаклях-интренниках Деда Мороза и Снегурочку. Часто это называют халтурой. Но халтура не о качестве исполнения роли. Так говорят в театре о левых подработках. Из этой же серии – чесать или чос. То есть ездить по городам с кассовыми спектаклями. Сейчас, возможно, в артистической среде поднимется волна возмущения. Нет, мол, мы так не говорим. Возмущения оправданы. Некоторые словечки или выражения свойственны конкретным театрам или городам. И уж точно никаких официальных словарей театрального сленга не существует.